Добрый вечер, друзья! У нас сегодня всего лишь второй день, но мы решили обнаглеть с Ольгой и прорвать наше пространство. И сегодня же сразу начать говорить о перспективе. Что же такое перспектива? Некоторые говорят, кубы, все эти прямоугольники, это так сложно. И вообще, вот я Ольгу выдам, она говорила, а можно вообще давай пропустим вот это вот? А я понимаю, что это самое трудное, но самое нужное, и без этого никуда мы не денемся. Вот Ольга еще не знает моих хитрых планов, что моя мечта – ездить в путешествие с желающими, научиться рисовать. И вот там, когда у нас глазки раскроются, и мы увидим, какая красивая архитектура, которую мы хотели бы зарисовать, да и даже ту же самую чашечку кофе, да, ее невозможно нарисовать без знаний законов перспективы. Если нам предстоит в нашем замечательном путешествии рисовать архитектурные элементы и чашечку кофе на столе, то мы сегодня обязательно должны научиться рисовать кубики с разных положений, всякие кубические, и вообще прорваться вглубь нашего листа. Если с плоскими предметами всегда у нас просто, то вот как сделать глубину на нашем листочке? Вот здесь на помощь приходит знание о перспективе. Перспектива в переводе «смотреть насквозь» или «ясно видеть». Но первое, что нам приходит в голову, что мы вообще представляем, что такое, как вообще нарисовать художнику картину, как на самом деле. Что мы видим вокруг? Мы видим, что ближе предметы больше, дальше меньше. Как маленькие детки говорят, вон там человечек какой побежал малюсенький. Итак, только в 15 веке уже научные трактаты про перспективу начали писать. До этого все, что люди видели вдали, рисовали вот так. Все, что у нас находится на улице или внутри нашего помещения, делится нашими глазками, линии нашего зрения, на две плоскости. Над линией нашего горизонта, условной, где наши глазки, и под. Ну вот я ее, допустим, сделаю так, да не буду тонюсенькую, чтобы было всем хорошо видно. Итак, наши глазки здесь сверху. Все, что мы видим выше нашей линии горизонта, здесь все, что находится ниже нашей линии горизонта. Так, и первый или второй закон перспективы гласит, все, что уходит вдаль, превращается на линии горизонта в тонюсенькую-малюсенькую точечку. Вот у нас лестница в небеса. Так, так. Если мы эту лестницу опрокинем и попробуем ее увести вдаль, упс, упс, ух, какая она у меня здоровая, то оно превратится в точку. Опа! Так она называется точка схода. При этом, вот тут надо запомнить, все, что у нас находится ниже линии горизонта, сокращаясь вдаль, устремляется вверх на нашей картинке. Все, что находится выше линии горизонта, сокращаясь вдаль, идет вниз. Каким образом? Ну, а что бы нам тут столбов не наставить? Та-ды, 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 та-ды. Ой, кривенькие они у меня какие-то. Так, столбы. Так, вот наш низ. Идет он вверх к точке? Идет. Вот наш верх. Так, и галка тут сидит, рискуя попасть под электрическое напряжение. Птичку! Жалко! Хоп, хоп, хоп. Идет у нас вниз все, что находится выше линии горизонта? Идет. Так, чтобы запомнить это, я вам, наверное, нарисую еще вот здесь у нас пловец, который хоп-хоп-хоп вот так собирается прыгнуть. Он будет прыгать в бассейн куда? Вниз. А пловец, который плывет внизу, внутри нашего моря, в глубине, он стремится вверх. Правильно? Так что я думаю, запомнить, если как не запомнится, то с пловцами запомнится точно. Значит, сюда мы всплываем, сюда прыгаем, ныряем. Так, запомнили. Теперь едем с нашими кубиками. Представим, у нас есть фронтальная перспектива. Фронт. Лицом к зрителю. Самая простая. С одной точкой схода. Наша линия горизонта. Опять точечка схода. И вот у нас кубик, который стоит ниже нашей линии горизонта. его макушечка будет сокращаться вверх к точке схода. Обрезаем. И у нас получается вот такой кубик. Естественно, кубик, который будет летать в воздухе. Мы сразу вспоминаем фильм Кинза-Дза. Полетели. Опа. Сокращаясь, мы его будем видеть что? Вниз. Правильно? Он сокращается вниз. Этот верх всплывает. Это ныряет вниз. Кубик, который находится на линии горизонта, он находится в хитром положении. У него получается низ сокращается вверх, вверх сокращается вниз. Правильно? Правильно. Поехали. Вот такой коробок. И, наконец, кубик, который летает в воздухе сбоку. Тут у него мы видим, получается опять точка схода одна. Но грани у него уже две видно. Обрезаем. Вот обрезать нужно так аккуратненько и любовно, как обрезаешь докторскую колбасу. Параллельные линии, горизонтальные параллельно горизонту, вертикальные линии, вертикальные. Никаких вот этих вот куда зря мы не делаем. Тогда у нас получится красивенький летающий телевизор или тумбочка, или все, что вообще угодно. Ну, соответственно, наверное, не будем экономить время нашего занятого зрителя и уже не будем. Хотя снизу можно все-таки повторить, нарисовать еще одну тумбочку. Тумбочки нас окружают. и она у нас обрезали. Так, если вы еще передние грани выделите потемнее, то у вас еще вступит в игру воздушная перспектива. То есть здесь мы все делали линиями. Это называлось линейная перспектива. А вот когда мы выделяем ближний край, а все, что уходит вдаль у нас становится слабее, здесь у нас пошла играть еще и воздушная перспектива. Все. Вот у нас начинает появляться пространство, начинают предметы оживать, становиться более объемными. Но, как показывает практика, это еще не самое трудное. На улице-то мы видим домишки, и они не всегда стоят к нам просто лицом. они обычно стоят уголочками. Друзья, быстренько, если вы еще не приготовили карандаши и бумагу, метнитесь за карандашом и бумагой и обязательно садитесь рисовать вместе с нами. Это 10-15 минут вашего времени, но польза будет приогромной. тем более Ольга точно так же, как и вы, работает с нуля. Так, Олечке мы зададим, зададим. Ну что, давай развешивать шкафы в нашем доме. Будешь говорить мужу, вот шкаф повесь там или там, и он все будет понимать. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нет, не трудно, но главное понять, после объяснения, в принципе, все понятно. То есть вот с одной точкой схода ты бы могла справиться? Да, просто что-то, куда и... Где, откуда расставить шкаф, ты могла бы уже попросить мужа, что вот это будет в тумбочке у меня вообще-то не на полу стоять, а висеть где-нибудь на стенке, вот так я вот хочу. Или где-то там шкаф стоять, да? То есть с этим, в принципе, не очень так оказалось сложно. Честно? Честно? Вот погляди честно в камеру, скажи, что это честно. Честно. Сложно, но понятно. Дальше. А дальше, друзья мои, оказывается, в жизни не все так просто, потому что только у нас на картинках стоят перед нами столы, шифонеры по бачкам и так далее. Выходим мы на улицу, и что видим? Оказывается, не все стоят к нам фронтом, то есть передом. У нас обычно домики-то к нам в разных ракурсах, разными бачками. И вот сейчас мы, более хитрое задание, я прям пугаю, хитрое, сложное, на самом деле вообще ничего сложного, абсолютно. Итак, у нас сегодня, дальше продолжаем, угловая перспектива с двумя точками схода. Но я не знаю, что можно еще придумать сложнее, там 3, 5, 6, их 2, все. Итак, две точки схода. Мы оставляем нашу линию горизонта. Чуть-чуть кривую, видишь? Вот не стесняюсь я, что она у меня кривая. Так, и теперь у нас будет точек схода две. Мы их разнесем подальше, потому что обычно у нас перспектива угловая с двумя точками схода, обычно где-то все-таки больше на улице. Хотя и нет, в помещении тоже. Наш кубик мы разворачиваем. Ну, допустим, стоит он у нас ребром. Вот тут. Итак, у него для одной его стороны получается одна точка схода. Вот что я кривлю тоже, аж прям стыдно, скажешь, какая-то кривойная тетка. Одна точка схода. Для другой стороны другая точка схода. Получается у нас такой красивый знак, не знаю, как у автомобиля. Крылья в полете. Мазда. Ребро вы уже видите. Наш куб не может быть бесконечным, поэтому я его обрежу. Главное, чтобы его обрезать именно ровно, именно красивенько. Не забываем о вертикальных линиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы обрезаем ширину. Какая у нас там будет коробка или кубик, я не знаю. Это надо рисовать с натурой. Мы пока по представлению. Вот пускай такая коробка. О, или коробка. А теперь надо ее накрыть. Коробка, которая похожа на книгу. Из нее нужно сделать действительно коробку. А как сделать? Посмотрите, у нас, ну как вообще, притягиваются противоположности. Так и мы запомним, что у нас линии, которые на этом краю, потянутся в противоположную сторону. Линии, которые находятся на этом, потянутся туда, наоборот. Север пошел на юг, юг пошел на север. Так они и закроются. Опачки, дыры-ты-тын, дыры-ты-тын. Так, тянем, потянем. Среди миллиона линий мы, по-моему, нашли. А мы пойдем на север, мы пойдем на север. Все тянем, потянем. И у нас получилось, у боги, какой замечательный коробочек. Если хотите, мы можем сделать из этого картонного коробка, мы можем сделать аквариум. Пожалуйста, как делать аквариум? Сделать его прозрачным. Так, опять. То, что он находится слева, отправляется направо. Шик. Шик. Ох, сейчас интересно, что будет получаться в итоге. Так, что находится у нас справа, отправляется налево. И вот у нас получился прозрачный кубик. Парам-пам-пам-пам-пам. Я с собой доволен. А вы? Ольга Батьковна. Я очень доволен. Какой замечательный кубик. Оказывается, все так просто. Линия сюда, линия сюда. И все. Так, теперь мы чуть-чуть еще помучим информационное пространство. Мы влепим еще какой-нибудь кубик. Наверное, вверху и внизу. Потренируемся? Да. Потренируемся. Итак, Олечка, давай летающий кубик. Например, ну вот я чуть-чуть собью его, так сказать, в центр, в стороночку. Вот у меня будет летающий кубик. Теперь вы уже знаете, вы уже наизусть знаете, что наш пловец ныряет. Он выше линии горизонта, поэтому шик, оп, все пошло вниз. Та-ра-рам, 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 та-ра-рам. А куда у вас там местечко влезет? У нас, видите, онлайн занятие, поэтому мы не сидим на удобных местах. Мы сражаемся с действительностью, с кривыми полами, качающимися мольбертами. Хотя, говорят, что нельзя этого говорить. Мы должны рассказывать, как мы вообще тут богато живем. Так, теперь мы обрезаем вертикальную. Ну, он не будет же бесконечно у нас длиться вообще до горизонта. Ой, может мне сделать вот такой? Может это у меня вообще? Вагон, я хочу вагон. Все, я решила, если у меня будет вагон. Летающий вагон. Хочу длинный. Мне сейчас как обрезать? Она идет параллельно вот этой? Да, конечно. Вертикали у нас не изменяются. Вертикали всегда вертикальнее. Вертикали могут изменить свое направление в случае врезания в столб какой-нибудь цистерны с бензином. О! Ну, или пьяный какой-нибудь ударит. Не смынается. О, отлично. Все, теперь донышко. Донышко, донышко. Опять же, противоположное. Поехала. Правая поехала влево. А левая наша поехала вправо. Опа. И у нас получился вот такой чудесный кирпич летающий. Нет, ну вообще-то я хотела вагон. Раз я хотела вагон, значит у меня будет вагон. Вот правда в вагоне, я не помню, там что-то какие-то пипочки. В общем, мне надо вообще почитать про вагоны. И у них, наверное, вот тут какие-нибудь еще колесики есть. В общем, не буду усложняться. Голубой вагон бежит, качается. Полетел. Это шарик. Это шарик воздушный, если что. Получилось? Получилось. Улетающий у меня улетает куда-то влево. У Оли улетает вправо. И в глубину. Так, ну и можно куда-нибудь еще нам вмастерить маленький, аккуратненький домик. Который будет стоять вообще-то на линии горизонта. Потому что у нас есть улетающий вагон сверху. Аквариум снизу. Но на линии горизонта у нас еще ничего не стоит. Поэтому я смело ставлю на линии горизонта грань чего-то. Может быть, это будет дом. Скорее всего, так и будет. Так, здесь все то же самое. Эта точка у нас здесь. Ух ты! Эта точка тут. Вау! Да как же это сделать-то? Господи, стыд, позор какой. А можно я потом буду рисовать отдельно? Нет, я не буду рисовать. Отдельно. Я всем покажу, что человек несовершенен. Да. Но при этом, даже если у тебя не получается, никогда не надо огорчаться. Так, и теперь у меня, пожалуй, будет дом смотреть на вас. Дом, 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 дом. Ой, я ему даже сделаю фундамент уже заложу. Вот так, фундамент. Так. Вы тоже такой дом строите, как я. Я его больше. А, да? Хе-хе-хе-хе-хе, мой длиннее. Так, ну что, стоит его, наверное, накрыть крышей. Крыша будет посерединочке. Смотрите. Я накрываю крышей. Торжественный момент. Хоп-хоп. Я, видите, даже крышу догадалась, что ей нужно с нахлёстом сделать. Сама собой горжусь. Пятнадцатилетнее строительство дома не прошло даром. Вот это амбар. Плоховое окно. Я люблю свет, поэтому у меня будет всего два окна, но они будут широкие. Ох. Так. Печное отопление еще никто не отменял? Не отменял. У меня будет. Мало ли что с газовым отоплением. Вот это тоже уходит в тучу. И вьется дымок. Голубой должен виться, но он серый. Так, я даже, наверное, тенюшку сделаю от своего козырька. Не увлекайтесь. Все, 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 все. Достаточно. Тут какой-то амбар слишком получается. А вы заметили, кстати, что ночью, когда идешь, окошечки светятся. Они светлые. А днем, когда солнышко светит, окошечки-то темненькие. Что-то с окошечками, наверное, я. Ну, это уже не столь важно. Но с другой стороны, а что нам не вспомнить урок первый, когда мы штриховали. Опять же, потренироваться. Отличный дом, только крышу вы щедрой рукой протянули. Дальше у вас там будет, может быть, крылечко. Да. Крылечко. Так, вот таким образом оказалось, что две точки схода не такое уж и страшное дело. Ольч, ну скажи, пожалуйста, ну скажи вот людям, что это не страшное дело. Что-то вообще... Я не знаю, если это красота. Для меня так вообще классно. Ну, блин, как сахарка, рафинад летает в воздухе. Чудесно просто. Все получилось. Ну, ничего трудного. А потом же их можно разновеликими делать. Высокие, низенькие. Будочку для собачки. Да. Цветочки на окошке. О цветочках. Дальше мы пойдем. Ну что, сразу перейдем к уроку номер три. О чем нам вообще отсюда выходить? Да мы можем неделю вам рассказывать. Оля, наверное, никуда не торопится. Никуда. Мы сегодня ночью абсолютно свободны. Да, это свободно. Вырежется. Почему? Нет, не вырежется. Давайте прям плавно перейдем к объемам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...